На языке родном я нашу родину воспел. Народному поэту Карачаево-Черкесии Кериму Мхце 5 мая исполнилось бы 75 лет. Ежегодно к этой дате проводят конкурс чтецов. В этом году в нем приняли участие более 60 человек. Альбина Ламкова продолжит тему. Он действительно первый всенародно любимый поэт. А начинал он писать, уважаемые участники, уважаемые школьники в вашем возрасте. Будучи в пятом классе, его по автобиографическим данным, его дядя привел его к очень авторитетному, титулованному абазинскому поэту Чкатуеву Микаэлю. И тот его похвалил и сподвиг на дальнейшую деятельность. Тогда Микаэль Чкатуев сказал, абазинам, наверное, не придется вырастить такого поэта, как Керим Мхце. Это действительно так. Он прожил недолгую жизнь, но оставил после себя поэзию потрясающей силой высоты, отметила Хаджата Гирбова в своем выступлении. О поэзии Керима Мхце говорят по сей день от мала до велика. Он вызывает восхищение не только у профессиональных литераторов, но и у людей, не имеющих отношение к этой сфере. Родился Керим Леонидович в 1949 году в Ауле Новокувинск Адыихабльского района. С самых ранних лет испытывал увлечение словом. Считается новатором абазинской поэзии. Впервые на конкурс чецов поэта Абазашты пригласили его сына Артура Мхце. Он, как и отец, поглощен поэзией. В его творческом багаже множество стихотворений, различной тематики и содержания. Мне теперь назад дороги нет. Прожитые горести тоже не прошу сочувствия в ответ. Дав понять, что жизнь чего-то стоит, что ошибки – это и есть судьба. Творческое состязание почитателей таланта поэта состоялось в 8-й школе Черкесска. В нем участвовали дети из всех школ города, обучающиеся двух возрастных категорий – 5-й и 7-й классы и 9-й и 11-й. Я читаю стих Керима Мхце об Азине. Это очень замечательный поэт, который мне очень нравится. Я люблю читать его стихи. Из года в год стихи Керима Мхце вдохновляют детей и вызывают желание к участию в конкурсе. Школьники декларируют на двух языках – абазинском и русском. Оценивали авторский подход к исполнению стихотворения Керима Мхце профессиональной жюри. А почему же нужны такие мероприятия? На этот вопрос дал ответ заведующий кафедры кабардино-черкесского и абазинского языков и литературы Карачаева-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования Белял Хасароков. Во-первых, это популяризация абазинской литературы. Литература является частью культуры. Во-вторых, это способствует сохранению родного языка. А в-третьих, в данном конкретном случае речь идет о конкурсе стихотворения Керима Мхце, который является одним из лучших литераторов, одним из лучших поэтов в абазинской литературе. Альбина Ламкова, Артур Мхцерин, Атмука, Вести Карачаева-Черкесия.